всем привет дорогие мои с вами конного аня проект фаберик онлайн и сегодня у нас вот с вами обзор аж из самих эмиратов у нас тут очень классный такой вид взяли мой первый этаж и я не успела снять палету потому что она мне сразу вот не пришла поэтому буду вам сейчас и на себе и на руках показывать вот эту красоту просто невероятную красоту ну что ж на сайте про эту красотку написаны такие вещи что это имитированная коллекция то есть на постоянной основе не будет тут идут 20 высоко пигментированных оттенков матовые перламутровые и сатиновые тени легко наносятся и растушевываются мягкая и шелковистая текстура в общем то вот так вот да то есть 20 оттенков ну слушайте шикарно давайте с вами будем смотреть на эти 20 оттенков так вот такая палета цвет цвет точь-в-точь как она передается мне нравится все цвета совпадают видите прям все цвета очень хорошо совпадают ну что ж пойдем с вами с матовых раз это атласный такой очень красивый два три тоже атласный четыре да видите какая красота обалдеть не встать давайте же будем пробовать на руке раз два три четыре хамелеон прям блестят обалденно согласны прям супер шикарно следующие оттеночки раз два три четыре тоже очень-очень весьма симпатичные согласны да вся я в тенях давайте же пробовать раз два три четыре тоже различные матовые и так далее красота вообще подобрались к серединке вот к этой вот красоте раз два три мой какие шелковистые очень красиво да смотрятся согласны прям шикарно давайте продолжим раз два три четыре божечки ты как интересно да тушуется светлый тенок тоже очень хорошо виден ну слушайте великолепно бежим дальше раз два три четыре красота слушайте ребят вообще не могу бомба значит раз два три четыре фигментация бомбовая мне нравится да да свет дневной освещение прям дневной дневной но сейчас все увидим как они у меня на глазах буду смотреться конечно так ну и самый последний раз ну боже мой шелк шелком бомба 2 34 бомба 2 4 4 слушайте красота конечно да очень хорошая пигментация вас ты великолепна давайте уже тут вторым рядом пойдем 1 обалдеть 2 3 Чуть-чуть не вошло у меня, да? Четыре. Цвета очень хорошо передаются. Просто обалдеть. Вот какие они есть у меня на руке, такие они есть и вживую. Цветопередача просто бомбовая в этот раз. Вот знаете, только кроме, наверное, вот этого оттенка. Он более фиолетовый на камеру и менее фиолетовый. Как бы у меня тут получился. Но на самом деле шикарно. Ну что ж, условия у меня шикарные. На берегу Персидского залива. Да, давай с вами приступим к палете. Тени для век. Конечно же, будет задний фон. Это будут птички, море, дети. Тут очень много отдыхающих. Хотя мне безумно повезло, что мы тут прям в самом тихом месте. Да, еще скорее всего будет задний фон музыка. Надеюсь, меня за него на ютубе не заблокируют. Мне нравится, что тут есть холодные оттенки, теплые оттенки. А вот этого я считаю, что очень мало. Очень мне подходит персиковый оттенок сам по себе. Вот. Ну давайте же с него и начнем. Пусть это будет нашей подложечкой. Очень красивый персиковый оттеночек. Вот так вот я его вокруг глазика сделаю. Так. Ну, я вижу, что он матовый, очень приятный. Тут давайте сделаем вот такой вот невесомый. Высветлить веко. Над бровью очень хорошо он работает. Вот этого вот прям маловато, да, согласна. Очень хорошо какие-то изъяны убирать, подправлять. Он у меня как вместо пудры. Давайте вот этот вот красивый нанесем. Я думаю, как смотрится на кисточке. Давайте посмотрим, как он в глазу. У меня кисточек с собой очень много. Я буду брать их все разные. У меня много разных кисточек. Поэтому будем с вами смотреть. Что-то тут где-то льется. Такая-то вода. Да, ну красивый получается такой глубинный оттенок. Матовый, матовый. Очень достойный матовый, я считаю. Так, хорошо. Давайте вот этот проверим. Безнем потемнее. Так. Отлично. В складку, как подложечка, великолепно. Мне очень нравится. Да, теплый глаз. Холодный глаз. Давайте точечно возьмем вот этот вот оттеночек. Да. Он очень темный. Так, радует, что осыпается совсем немного. Значит, это шикарные просто тени. Просто чуть-чуть осыпается. Так. В уголочек можно набрать и побольше. Так. Ну вот осыпание совсем чуть-чуть, как вы видите. То есть, из-за того, что кисть большая. Угу. Замечательно. Сейчас я трогала кисточкой. Уберу. Все не нужно. Так. Великолепно. Давайте посмотрим, какие-нибудь такие вот тени. Не очень-то вроде бы как сочетаются, но хочется, прям хочется их попробовать. Очень сильно передаются, очень мощно кладутся. Хочется, конечно, их подровнять, подрастушевать. Они масляные, я бы сказала. Их можно наложить очень толстым слоем. Ну, слушайте, и на кисточку шикарно набираются. Я бы не сказала, что с ними была проблема с нанесением. Ну, глиттер немножечко отпадывает, но это легко поправимо. Ну, слушайте, живой прям мега яркий. Прям супер мега яркий. Живой просто мега класс. Так, давайте тогда попробуем вот этот, который сочетается. Он такой, да, как вы помните, такой вот прям блестящий. Уголочек успокаиваем, и получается уже по-лучшему. Ну, слушайте, мне тут для отдыха самое-самое-самое-то. Да, самое-самое-самое-то. Очень красиво получилось. Прям уютненько, так здорово. Излишки смахнем. Вообще, обалдеть, не встать. Очень красиво. В принципе, если кому не нравится прям сильный-сильный вот этот вот шиммер, можно взять, допустим, какой-то оттеночек понежнее. Например, вот этот. Очень яркие оттенки. И им немножечко сгладить. Или закрепить блестки, чтобы они не катались. Блестки, кстати, очень липкие. Посмотрите, какая красота получилась, да? Прям супер. Мне нравится, потому что эти тени, они будут что-то типа бесконечных, что ли. Я бы так выразилась. Потому что их надолго, очень надолго хватит. Сейчас подрастушуем с вами. И можно подвестись любой черной подводкой. Полетия черной подводки нету, к сожалению. И вот это вот, в принципе, да, уже получается готовая идея макияжа. Но тушь мы берем отдельно. Да. Я легонечко в один слой подкрашиваю. И подводку мы тоже берем отдельно. Да, с таким макияжем, кстати, будут очень хорошо смотреться накладные ресницы, к примеру. Потому что макияж уж супер-мега-яркий получается. Конечно, можно чуть-чуть, можно немножечко, можно маленечко наносить. Не так сильно. Но я вам просто показала полностью все возможности. И вот. И эти возможности меня покорили. Хочу супер-мега-яркую фотосессию. Не помню, куда я убрала черную подводку. Но можно вам и синюю, в принципе, показать. Для выразительности очень даже ничего. Так же можно, например, более светлые блестки добавить под нижний век. Например, взять обычную щеточку для бровей и выбрать какой-нибудь цвет. Так, даже не знаю. Давайте вот этот, наверное, выберем. Вот так. И сюда положим. Более такой светлый оттеночек хочется положить. А в уголочек более темный. Кстати, у матовых тоже очень интересные разные текстуры получаются. Таким образом. И так как мы нижний век подсушили, можно еще нанести тушь. Тушь я эту вообще обожаю. Обалденная просто тушь. Тут ее ругают, что не хочет он кисточку такую, силиконовую. Но, если честно, Next Level это мой фаворит. Я долго красилась от компании Faberalec различными тушями. И могу сказать, что вот это больше всех не подходит под мой подвижный образ жизни. Да, как вы видите. Она раскрывает взгляд на ура. Она очень хорошо облиняет. Это всего лишь два слоя. Уже никакие ресницы наращивать не нужно. Не находите? Видите, да, мои реснички. Их практически нет. И как здорово тут играют. Ну, слушайте, очень хорошая палетка. Я смотрю на себя в зеркало. Мне очень нравится. Конечно, можно послабже. Но я специально сделала посильней, чтобы вам было видно, вам было все это дело заметно. Итак, давайте же попробуем что-то из таких вот оттенков. Давайте вот этот вот холодный возьмем. Такой вот он блестящий. Он такой вот, видите, идет блестящий, полупрозрачный. Да, очень нежный цвет оттенок. Можно, конечно же, взять какой-то более, да, розовый. Попробовать его. Но они именно, как вы видите, вот такие вот все. Очень нежные, легкие, классные. И их будет здорово наносить поверх блесток. Ну, вот эти блестки с вами брали, да? Сильные. Такие сильные блестки. Тут их всего лишь трое. Нет, это тоже, это тоже такой, да, видите, нежненький. Еще, значит, вот этот возьмем. Вот эти блестки, это просто мега-вал. Как вы видите, они такие, какие-то, знаете, масляные что ли. И их нужно аккуратно класть. Обязательно пальчиком. Излишки удаляются, в принципе, легко, но они удаляются чем-то таким, пудрой или еще чем-то. Поэтому сначала наносим, а потом, если все хорошо, если все устраивает, то тогда только удаляем излишечки. Пудра или самым светлым оттеночком. Очень быстро, легко убирается, если их высушить. Поняли, да, фишку? Раз и нету. Если что-то насыпалось в подъеке, что маловероятно, что оно насыпается. У меня есть из старой коллекции, которая уже не существует, такие вот классные штуки. У меня есть такая вот штучка для помады. И вот эта штучка для помады, она тоже великолепнейшая. Так, а какой на мне оттенок? Господи, вот этот вот, да? Она тоже великолепнейшая, может нанести в уголках, если вот хочется яркости. Но вы не знаете, как туда засунуть палец. Вот так. Видите, и блестки не передвигают. Шикарно просто. Очень ярко. Очень ярко и очень красиво. Вы их кладете, и все. И они с вами весь день. Значит, тут нам с вами можно растушевать и как раз-таки добавить, что захочется. Если мы с вами добавим, например, вот этого оттенка сверху, то у нас с вами получится более приглушенно. Если вы поверх такого нанесете вот какие-то такие оттенки, то у вас получится просто такой более яркий цвет, более красивый. Да, видите сами. То есть, что вам хочется, вы это и можете выбирать. И с этим глазиком то же самое. Какую подложку вы выберете? Сильно блестящую, менее блестящую и так далее. Я, например, хочу выбрать вот эту вот матовую подложечку и хочу сейчас посмотреть, как оно будет смотреться. То есть, мы с вами нанесли на подвижные века блестки, а тут сверху можно растушевать очень красивым матовым оттенком. Видите, да? Очень красиво. Также можно затемнить, заземлить чем-то черным в уголочке. Пожалуйста. Тоже получается симпатично. И если вдруг... У меня тут девчонки в чате спрашивали, Ань, а если вдруг у нас будет перебор, то что делать? Как убрать? Вот, например, если мы не хотим, чтобы сильно блестело, да? Вот тут вы можете регулировать всеми вот этими оттенками, цветами. Они на пальцах кажутся яркими, но мы с вами выяснили, что они на самом деле придают только атлас, да? То есть, вот еще. Видите, такие вот скромные оттеночки. Например, вам кажется слишком ярко. На это взяли скромные блестки, но они не такие уж и скромные. И подубрали просто. И у вас уже получается менее, да? Видите, блестки забрались. У вас получается уже менее такое все блестящее. Или вот такой вот тоже золотой нежный оттеночек. Его тоже можно вот так вот растянуть. И получится уже, видите, меньше блесток. Уже нам прям намного меньше, да? Опять беру новую кисть. И если нам хочется, то мы с вами можем все это уменьшить обычным таким вот еле заметным цветом, которым мы с вами и делали, получается, под ложечки, да? То есть вот так вот раз и подтушевать. То есть все просто. Прям очень хорошие, очень удобные тени, с которыми действительно все мега просто. Ну, вот и все. И тушую, уменьшаю. В общем, они мне понравились всяко-разно. Это просто великолепно. Я прям хвалю, я ставлю пятерочку. Но, конечно, если вы прям будете сильно что-то делать, то лучше всего убрать. У меня тон 65-33. Это мой прямой тон. Ну, то есть я вот так сейчас подоберу все. И вот эти блестки, они намазаны чем-то таким, знаете, маслянистым. Но если вы чем-то сухим будете убирать, то они прям легко-легко расходятся. Осталось сделать подводочку, да? Или положить что-то еще более темное. В этой палетке теней нету. Чем можно сделать прям синий-синий такой акцент? Куда-то там прям гугл-гугл глаза. Я вот, если честно, понимаю, что даже вот эти вот самые темные оттенки, даже если их перемешать, то можно ими заменить. Но, если честно, все равно хочется мне какую-то подводочку. Что-то вот такое вот завершить. Хотя, в принципе, тоже я бы сказала, что неплохо. Сейчас большой пустой кистью чистой сметем. Вот, более-менее, да, стал глаз выразительным. Но все равно, вот лично мне прям хочется какую-нибудь подводочку. Вот прям хотя бы чуть-чуть. Или какую-то вот нежную коричневую. Или какую-то вот черную хочется, да, сюда. О, ребята, я нашла черную халяльную подводку нашу. Вот эту вот. Она прям очень крутая. Сейчас скажу артикул. Почему крутая? 57, 65. Очень много кто не умеет подводить глаза. А эта подводка вы можете ей подводить. Ну, сейчас на толстый слой теней будет сложно класть. Вот. Вы можете ей подвести и растушевать. И все, что угодно сделать. И она у вас будет очень классно лежать. Смотрите, какая красота. Просто офигенская подводка. В общем-то, да, просто красота. Ну, что, ребята, какой глазик лучше получился? Кто мне скажет, какой глазик лучше? Тени просто, честно вам скажу, тени отпад. Сто макияжей делать уже не буду ими. Но вы мне ее часто будете видеть, эту палетку, если я буду куда-то собираться. Это реально прям звезда. Такой звездный макияж. Ни шикарнейший, который играет просто на моих глазах. Очень симпатично. Да, тушь сразу. Тушь или накладные ресницы сразу меняет взгляд. Какой глазик лучше? Что еще хочется показать? Это два таких вот новых оттеночка. Первый оттеночек идет такой вот мерцающий для губ. Арктикул 4136 с такой вот загнутой кисточкой. Можно наносить поверх помады. Или, видите, у меня водостойкая пока что. Запах очень приятный. То есть такая вот, такой вот голубой отрыв. Вот на губах. Ну да, и кисточку не вморает. Моя помада водостойкая. Очень симпатичный блеск. Мне безумно нравится. Прям безумно. Очень, очень, очень. Так, и второй. Такой вот хочу блеск вам показать. Тоже очень красивый. Арктикул 41137. Я его уже нанесу наверх помады. Что там, видите, такое? На самом деле, эти блески, что тот, что этот, они очень простенькие получаются. Видите? У одного просто холодный такой отблеск. А у другого просто очень теплый. Набираются они, как вы видите, совершенно по чуть-чуть. Если честно, даже было желание убрать вот эту вот кисточку, вот эту вот, как ограничитель, чтобы нанести по-нормальному. Хочется, как бы, чтобы больше набиралось. Видите? Набираются вообще чуть-чуть. Ой, пахнет вообще каким-то конфетками. Если вместе перемешать, получается просто взрывная блестящая смесь, да? Блестящие глаза, блестящая я. Осталось навести прическу. Я тут с Гулькой сижу. Ну, я думаю, что очень даже неплохо, очень даже красиво, очень даже приятно. Палета такая многогранная, безумно многогранная. Я прям очень довольна этой палетой. Так, и дальше вот еще такую красоту я снимаю. Тоже забрала с собой. Тоже мне курьером привезли. Меня это дело абсолютно поразило. Посмотрите, какая прозрачная, классная штука. Это у нас с вами идет бальзам для губ. Он очень хорошо увлажняет. Увлажнение такое, знаете, не супер жирное и липкое, а такое, знаете, наоборот, это увлажнение, оно такое какое-то вот суховато и сильно питает. То есть такое вот оно суперское. Артикул 41-181 увлажнение. Я вообще в восторге вот от всего такого. Так, давайте вот тут вот сделаем с вами. Видите, вообще ничего нету. И он вот очень долго тратится. То есть легкий-легкий блеск, легкое-легкое увлажнение. Но питает очень хорошо. Я его брала с собой в сумочку, как раз-таки в поездку. Второй такой же, видите, прозрачный, очень красивый получается. Да, вот даже на пальчик, он такой более-менее, да, рельефный получается. Видите, блеска абсолютно практически никакого нету. Да, давайте сегодня попробуем. Я даже не знаю, где мазала. А вот я тут мазала предыдущий и этот. Это обычные бальзамы, но очень необычные. Посмотрите, какая красота. Ну, просто супер. Мне понравилось. Очень приятный такой, яркий, яркая карамелька. Кстати, аромат не слабый. Кто не любит сильно ароматы, 411, 80. И также дочке взяла побаловаться, но это еще не ее стезя. Поэтому она равнодушно посмотрела, а старшая сказала, хочу. Да, то есть вот у них таким образом, да. То есть тоже такой вот прозрачный, весьма невесомый блеск, который особо, видите, не видно. Даже вот кучка целая. Так, что у нас на кисточке? То есть вот макаю. Ну, как бы, если нанести на губы, он не особо блестит. Но у него тоже очень такой карамельный, яркий, очень приятный цвет. Так, ну и последнее. У нас уже закат, вы не представляете. Я до заката с вами досидела. Посмотрите, какой красивый закат и лежащий муж. Давайте с вами еще посмотрим вот такую помаду. Очень красивая. Такая вот, не мимишная. Она тут получается на таких креплениях. Видите, такое вот крепление. Это у нас с артикулом 40999 тоже бальзам для губ. И он тоже абсолютно идентичный предыдущим. То есть вот я его очень долго мажу-мажу. Во-первых, он не заканчивается. Во-вторых, у него нет ни оттенка, ничего. То есть оттенки есть вот у этих супер-блесток и у теней. Кстати, вот эти тени очень многие используют, как вот я увидела вообще на губах. Не знаю, я сейчас попробую в самом конце. Если что-то получится, то получится. Чтобы губы такие вот были прям классные, атласные. Я бы не сказала, что особо круто. И вот этот еще. Хочу посмотреть вживую, как смотрится. Ну, знаете, вживую действительно... Очень сексуально и достойно. И тут еще сколько осталось, да, смотреть. Ну, в общем, все. С вами была оконного Аня. Показала, как могла. Да, это мое сзади там отражение с моим зеркалом от Faberlic. Могу вам сказать, что я действительно довольна нашим новым лимитированным выпуском. Мне он безумно-безумно понравился. Никаких нареканий нету, ни к чему, абсолютно. Сейчас, на данный момент, я могу полностью делать макияж компанией Faberlic. И даже блески теперь я в магазине покупать не пойду, если, конечно, мне понадобятся только такие оттенки. Конечно, хотелось бы полностью палетку теней для век вот с такими оттенками, потому что частенько приходится их покупать в магазине. Почему? Потому что иногда очень не хватает блесток. У нас с вами, конечно, есть вот эти вот нежные блестки, которые я взяла с собой. Они действительно прекрасны. С собой я взяла вот такой вот блестящий оттенок. Они тоже получаются такие влажноватые, очень стойкие, но не всегда хочется такой вот блеск, да, согласно со мной. Иногда хочется что-то более мерцающее, более свежее. Красными там бордовыми тенями мы каждый день пользоваться не будем. Так, предыдущий оттенок был 67-64, а вот этот оттеночек 67-63, он, да, тоже более-менее классный, да, как вы видите, действительно очень суперски блестит. Давайте попробую поверх положить, что получится. Он сделал макияж более таким нежным получается, да. Сейчас натрем пальчик. Вот, это менее такая классная текстура. Просто более скромным он его сделал. Можно так выразить. Да, но на самом деле он тоже очень хорошо на тени смотрится. Давайте сюда вот нанесу. На зону морщин, да, выбрала. Видите, тоже очень сильный у него блеск. И мне прям он очень нравится. И вот этот вот золотистый тоже классный. Но это, конечно, этого мне лично, мне лично, этого очень мало. Мне хочется больше. Видите, очень красивые такие оттенки. И золотой, и этот. Но хочется, видите, сразу же меняется, да. У меня, например, очень много знакомых блески не любят вообще. Я их обожаю, эти блески. Честно вам скажу, мне прям очень-очень нравятся. Ну и, конечно, что можно еще этими тенями сделать? Например, забыли вы хайлайтер. Вот это вот подойдет под хайлайтер, кстати. Тут вот аккуратненько. Так вот жип-жип-жип-жип. Да, то есть носик жип-жип-жип-жип. Просто идеально под хайлайтер. Галочка над бубой. Все. Здорово получается, да? Великолепно. Вот вы знаете, я под конец каждого обзора как-как недеятель. Мне может говорить, ты, говорит, вы хочешь, у тебя, говорит, все руки, у тебя, говорит, все лицо. О, у тебя глаза одноцветные. Как ты это делаешь? В общем, все. Обзор считаю закрытым. С вами была Акланова Аня, проект Фоперик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Кстати, вы же будете спрашивать тушь. Значит, тушь, 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 тушь. Next Level 55378. Моя самая-самая-самая любимая тушь. И помаду вы будете спрашивать. И помада, вот эта вот красотка. Она супер-мега водостойкая. Вот такой вот у нее оттенок. Ну, пока я блески не нанесла, у меня была помада с артикулом. 4947. Не знаю, есть ли она еще в наличии, но самая моя, наверное, любимая помада. Уж очень у нее красивый оттеночек. Прям безумно красивый. Мне подходит. И она очень долго съедается. Вот я, например, на форум Фоперик нанесла эту помаду, да, вот эту вот с этим оттенком. И я ее скушала только на ужине. Уже доела. И тона осталась по краям. Только вот центр немножко пострадал. Ну и все, мои дорогие. Теперь точно. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.